Сегодня в Заполярной столице торжественно открыли год оленеводства в Ненецком округе. В знаковом мероприятии приняли участие руководители оленеводческих хозяйств, ветераны этой отрасли, главы муниципалитетов и представители профильных органов власти. Напомним, в декабре прошлого года в соцсетях проходило народное голосование, в котором жители региона определяли приоритетную тему из пяти вариантов. Это туризм, предпринимательство, волонтерство, оленеводство и высокие технологии. В итоге тема оленеводства обошла всех конкурентов с большим перевесом голосов. Сегодня дан официальный старт году оленеводства в Ненецком округе. Большие надежды на возрождение региональных программ и новые проекты по развитию этой отрасли ждут все оленеводческие хозяйства. Я бы хотел, чтобы в этом году мы не только объединились и еще раз укрепились понятие самобытной культуры оленевода, его значения в жизни округа, но и одновременно сделали оленеводство, постарались сделать оленеводство действительно серьезным экономическим аспектом жизни округа. Это нам под силу. Я уверен, что и такие есть примеры. Сегодня многие страны мира занимаются оленеводством и делают это весьма успешно. И наша задача как представители администрации, как представители исполнительной и законодательной власти сделать так, чтобы наши оленеводы не забивали в голову о том, куда им и как создать мясо, где найти возможность для получения прибыли, для того, чтобы обеспечить свои семьи, а могли заниматься своим традиционным видом деятельности. А мы с вами выстроили такие товаропроизводящие цепочки, для того, чтобы это мясо могло... И не только мясо, но и иные продукты, которые можно получать от этого вида деятельности, могли находить эффективный сбыт и на территории России, и на рубежом. План мероприятий, которые будут воплощаться в год оленеводства, был сформирован 1 февраля. До этого периода внести свою лепту в развитие этой отрасли мог каждый житель НАО. Предложения принимались в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Всего, по информации ведомства, в Оргкомитет от оленеводческих хозяйств, семейно-родовых общин, частных лиц, а также органов власти региона, поступило более 120 предложений. Это мероприятие по улучшению материально-технической базы строительства новых коралей и убойных пунктов. Создание в регионе единую систему мониторинга передвижения оленей стад с использованием спутниковых ошейников. Предложения были тщательно изучены Оргкомитетом и лучшие из них включены в проект. Одним таким самым значимым мероприятием будет съезд оленеводов, который будет проходить в марте этого года, где наши оленеводы обсудят все текущие проблемы оленеводства, перспективы развития. И вообще в целом год оленеводства целью своей задачи ставит, конечно, проанализировать текущую ситуацию, выявить проблемы. Проблемы всем знакомы, проблемы действительно уже давно у нас существуют. И поэтому задача главная сделать, конечно, прорыв в развитии оленеводства. Кстати, проблемы в сфере оленеводства обсудили сразу после официальной части мероприятия «За круглым столом», инициатором которого выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Они приглашены практически со всей тундры работники тундры, оленеводы, которые не понаслышке знают вот эти проблемы. И очень важно, на мой взгляд, чтобы это не осталось декларацией, и чтобы это не было какой-то разовой акцией. Вот в этом году дать старт, в 2018 году, проанализировать все законодательства, проанализировать все проблемы, которые имеют место у наших оленеводов. По словам Сергея Коткина, все предложения и рекомендации оленеводов, выработанные во время совместного обсуждения, войдут в итоговую резолюцию, которая станет руководством к действию местных и федеральных властей. Такое пристальное внимание связано с тем, что наш округ занимает второе место в Российской Федерации по поголовью олени, что составило на начало текущего года более 179 тысяч голов. В отрасли трудятся полторы тысячи жителей. Оленеводческую деятельность осуществляет 22 предприятия различных форм собственности. Одно государственное унитарное, 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, один из которых объединяет более 40 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, в оленеводстве занято 11 семейно-родовых общин малочисленных народов Севера. Всего на поддержку оленеводства в НАУ в этом году выделено более 230 миллионов рублей. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.